Справившись в очередной раз на заброшку, мы обнаружили старый сгоревший дом, в котором было много удивительных вещей. Начиная от настоящей машины... Блин, просто офигеть, ребят, машина на заброшке. Ты хоть раз увидел такое? ...заканчивая прощальной запиской, объясняющей причину пожара. Остановить его можно огнем сжечь все. Но кто и зачем решился на поджог собственного дома? Кто сейчас тут живет? Слушай, а скажи мне, пожалуйста, какой больной человек будет держать здесь ребенка в такой комнате? Именно это нам и предстоит выяснить сегодня. Всем привет, друзья! Как можете видеть, у меня за спиной вроде ничего не представляющие себя здания, но по факту это довольно-таки интересная заброшка. Первое, что я хочу сказать, в этом доме жил, скорее всего, какой-то сумасшедший, потому что дом сожжен и некие факторы указаны на то, что пожар был намерен. Также мы нашли много других интересных находок, поэтому, ребятки, я вам советую сейчас подписаться на мой канал, если не подписаны, поставить лайк и усаживайтесь поудобнее. Приятного просмотра. Да, такие, кстати, странные надписи тут, но дом просто... Ребят, если вы думаете, что это широкий угол, нет, на самом деле дом реально наклонился. Вот здесь это хорошо видно. Не стремно тебе туда идти? Да, я думаю, стремно, но интересно очень. Как думаешь, что-то может быть? Куча икон, может, какие-то... Кстати, ребят, я вам сейчас покажу. Вот, надпись, на самом деле, называется собака и какая-то икона. Тут вообще сколько икон? Слушай, ну дом непригодный для жилья явно, он реально наклоненный. Слушайте, кто-то лазит реально вон. Видите, да, это? Какой-то мужик непонятный, стремный. Да, дом, кстати, такой прям разваливается на глазах. Но я не могу понять, почему здесь повсюду иконы, просто по всему дому иконы. Слушайте, пацаны, есть какие-то предположения? Пацаны, мне кажется, еще где-то пару месяцев, и этот дом развалится уже окончательно. Может, тут какие-то православные живут? Монахи, может? Да, но вон все закрыто. Пацаны, тут что-то есть, смотрите. Офигеть, пацаны. Тут машина. Отвечай, машина. Чувак, ты это видишь? Да, я это и вижу. Народ, я впервые вижу на заброшке машину. Блин, просто офигеть. Ребят, машина на заброшке. Ты хоть разведел такое? Закрыто? Да, закрыто. Это, кстати, что за машина такая? А ну, ребят, кто разбирается в Жигулях, напишите мне, что за машина по фарам. Я не могу понять, это что? А с чем это? Шестерка или что это такое? Иги, ну что там? Намертво. Намертво? То есть, никак не открыть ее? Сейчас будет 15. Ну, смотри, а я пока что с машиной разберусь. Вот, ребят, как вы можете видеть. Внутри, кстати, какие-то вещи внутри. Отвертка, пакет. Кто же ему кто-то ставить вообще? Зачем? И как ее обратно вытащить? Она замурована? А где ты сидел? Кстати, да, как? Это головоломка была, по-моему. Ребят, Иги просто красавчик. Ювелир. Да, Саша, ты ювелир. Ты точно не лезешь? Я не хочу. Почему? Просто не хочу. Ну, просто объясни, почему. Есть причина? Стекло. Причусти я плохое, сказал. Короче, фиг с тобой. Смотри, Иги, ты пока... Смотрите комнату, я пойду сюда. Тут вроде что-то есть. Слушайте, а хата реально какая-то... Очень сильно разваленная. Здесь вообще кто-то жил. Офигеть. Ну, почему ее забросили? Даже ковры на стенах. Кстати, я уже живу, у меня ковра на стенах нет. Но у моей бабушки еще был. Эти люстры старинные, древние. Ну, место такое атмосферное, скажу я вам. Такое ощущение, что здесь кто-то живет до сих пор. Плитка, утюг. Иги, ты там? Ну, да. Почему? Стой, иди сюда. Давай на первый этаж потом, на втором этаже кучу комнат. Иди сюда. Вот, просто глянь на это. Просто нет целого пола. Этажа просто нет. А что здесь случилось? Такое ощущение, что здесь пожар будет. Видишь, что это на потолке? Следы от обгорелостей. Где лампа? Кстати, ай, проводка, смотри, проводка. Будто кто-то живет. Слушай, а это что тут? А, это я там был. Я понял, да, это я там. Вот там дверь, слева. А, там замуровано. Ну, похоже... А, там нет этажа целого. Понял, там просто целый этаж свалил. А у нас что-то сейчас посмотрит. Есть там что-то? Если что, позовешь, я по-другому это смотрю. Да, ребят, тут точно был пожар. Все, теперь я понял, что здесь произошло. Посмотрите на потолок. Посмотрите на пол. Здесь будет пожар. И судя по тому, что здесь вот следы от песка, от воды, скорее всего, его потушили. Из-за этого крыша прогнила и обрушилась. Ну, вот, как вы можете видеть, вот реально следы от горелости. Но кто допустил пожар? И почему нет хозяина дома? Капец. Телевизор старый. Какие-то бумаги. Опа-на. Опа-на, опа-на. Иди. Чувак. Что это у тебя? Везде я какую-то кассету нашел. Смотри, что я нашел, быстрее. Списка. Я должен, больше не могу, должен остановить его. Сделать это тоненько, остановить B. Ведь это монстр врет во мне. Остановить его можно огнем. Сжечь все. Чувак, сжечь все. Иди сюда. Просто иди сюда. Иди за мной. Вот зайди в ту комнату. Просто посмотри на это все. Ты видишь это? И теперь смотри на записку. Быстрее здесь. Посмотри на записку. Сжечь все. Остановить его можно огнем. Монстр. Слушай. Тот, кто написал эту записку, писал про какого-то монстра. И написал, что можно его сжечь только огнем. Какой-то больной был сжег. Не знаю. Слушай, а если этот больной сжег свой дом? Ну, посмотри, записка про сжечь все. Я вот здесь, она прямо здесь валялась. Вот здесь. Да. Сжечь все. И тупо спаленная хата. А ты уверен? Слушай, это можно связать реально. А ты не знаешь об этом здании? Может, что-то до этого... Ну, это какое-то, ты видишь, старое историческое здание. Нет, это точно не психбольница какая-то. Но здесь реально жил больной человек, если он у вас сжег. Я просто не знаю. Но я записку оставлю там, если хочешь, можешь посмотреть. И расскажи мне, что ты нашел. А, я нашел, короче, может, возьми. Я нашел, короче, какую-то кассету. Я не знаю, я ее еще не открывал. Я не знаю, возможно, если... А ну, снимай. А что это за кассета? Я не знаю, она посадь жа. Она прямо вот так сказала. Слушай, это старинная... У меня такие в детстве были. На них еще у меня мультики были. Что-то написано, непонятно. Я просто не разбираюсь. Ну, на ней что-то есть, ты не знаешь? Не знаю. Слушай. Ребят, если вам интересно, вы хотите, чтобы мы включили эту кассету, давайте поставить на видео лайк. Мне просто надо знать, стоит вообще этим заниматься, интересно ли это людям. Поэтому давайте, если вам интересно, поставьте лайк, я уже ее включу. Держи. Да. Тут еще какая-то комната, причем она похожа на жилую. Слушай, а здесь, походу, это женские или детские шмотки? Это женские шмотки. Чувак, нижнее белье. Да, это нижнее белье. Тут игрушки для детей. Игрушки для детей. Ну, и последний потолок. Ты видишь это? Слушай, а скажи мне, пожалуйста, какой больной человек будет держать здесь ребенка в такой комнате? Ну, просто скажи, какой больной человек будет в такой комнате держать ребенка? Я не знаю. Не, ну, чувак, ты видишь, это детские вещи. Я уверен в том, что тут точно... А я знаю, в чем уверен. Он жив. Именно кто-то реально жив. Да, я уверен, что мы должны здесь оставить скрытые камеры на ночь. Тебе не кажется так? Честно, я ночью сюда не рискну. Не, оставим скрытые камеры днем и ночью их заберем. Посмотри. Просто детские игрушки. Ну, кому это может приезжать? Причем такие страшные. Женское белье нижнее. Не, да. Смотри. Не, ну, чувак, ну не может быть, чтобы такой дом, который снаружи закрыт, он был пустой. Да, он не то, что закрыт, он будто замурован. Да, прям и надписи эти. Ты же видел вначале? Да, будто специально нужно заставлять его не идти. Какие-то замурованные. О, тут что-то есть. Слушай. Что? Иди сюда. Ты сейчас офигеешь. Икона. Божьей матери на стене. Белая бетонная дверь. Не, не бетонная, она железная. Смотри. Кто-то пытался ее взломать, вот. Видите, ребят, следы от ломика? Кто-то пытался ломиком ее вскрыть. В этом доме еще одна дверь. И, кстати, смотри, что самое странное. Ну, подожди, ребят, я вам сейчас, я не увижу. Да, да, да. А вы увидите. Ну, ребят, я не знаю. Мне, на самом деле, ничего не видно отсюда. Вы, может, что-то увидели, я сейчас пересмотрю. Но в эту комнату мы точно не попадем. Тут кто-то забетонировался конкретно, причем так. Такие коврики. Да, кто-то, кто-то, слушай. Влад. Да. В этой комнате кто-то что-то прячет, скрывает. Ну, либо просто живет. Есть такое. Но кто будет жить в таком доме, который разваливается, который протекает и который вообще... Ты чувствуешь какой запах? Я тут побыл немножко, у меня голова болит. Меня вот реально интригует. Я такого никогда в жизни не видел, чтобы в доме была еще одна дверь. Будто, знаешь... Да, будто бы, знаешь... То есть не хозяин здесь дома живет, а какой-то другой, да? Вот-вот. Не, ну это капец. А там ты смотрел? Там? А, там, помнишь, тот разваленный этаж, который был. Слушай, что делать? Ну, сейчас мы эту дверь точно не откроем. Мы можем, типа, оставить камеру и вернуться ночью? Я думаю, оставить камеру и вернуться ночью. Ребят, если вам интересно, давайте, поддержите комментарием и лайком. Вы берете на этом видео, там много лайков. Я обязательно оставлю здесь к этой камере. И покажу вам видос. И думаю, мы попадем... Да, и может мы оденемся по-другому и залезем за эту дверь уже в нормальной одежде. Я там точно пролезу. И Иги пролезет. Но не в этих шмотках чистых. Да, ну давай тогда выбираться отсюда. Да, да. Здесь большего ведь нечего. Вот, кстати, ребят... А, чувак! Это же кассетный проигрыватель. Да. Посмотри, вон, для кассеты. Видишь, для кассеты разъем? Я сейчас даже покажу. Вот кассета. А вот этот самый кассетный проигрыватель. И посмотри, она прям идеально подходит сюда. Ты это видишь? Он попробует тащить. Нормально? Да. Ну, ребят, как вы поняли, если вам интересно, вы просто ставите лайк. А мы уже включим и разберем, что с ней, да? Да, да, да. Ну, странно. Санье какой-то. Тут какие-то надписи затерты, ребят. Также вон здесь лежит прощальная записка человека, который жил в свой дом, чтобы осознавать какого-то монстра. Я в шоке сейчас. Может, он какой-то больной на голову был? Интересно. После него тогда не жили бы столько людей здесь. В принципе, здесь больше ловить нечего. Осталось узнать, кто здесь живет. И что он здесь делает. Потому что детские игрушки, женское белье нежное мне не очень тут нравится. Давай тогда. Выберемся на улице, разберемся. Расскажем ребятам, что мы будем делать. Ну что же, мои дорогие зрители, на этом я, наверное, буду заканчивать историю этого дома. Скажем так, меня он очень сильно удивил, потому что я как-никак не ожидал увидеть там прощальную записку, эти кассеты. Но теперь у меня еще больше вопросов, кто же там живет и чьи-то вещи. Ребят, я вас сейчас прошу поддержать данное видео лайком. Если наберете на это видео 50 тысяч лайков, мы уже вернемся в этот дом и расставим скрытые камеры. Откроем эту дверь. Камеры вы сможете посмотреть на канале Уиги. Будет ссылочка на мой канал в описании. Подписывайтесь на мой инстаграм, вк, все ссылочки будут в описании также. И, ребята, я вам сейчас хочу сказать очень важную вещь. Короче, сейчас YouTube готовит новые алгоритмы, когда все эти заброшки в Чернобыль будут неактуальными и в рекомендации показать не будет. Поэтому все, что может спасти, это ваша активность. Я на вас очень надеюсь. Вы меня самые лучшие зрители. Всех благодарю за поддержку.